Всем привет! Это Хабаровск Онлайн. Битва политтехнологов. Продам душу. Дорого. Штраф за критику мэра ватсапе. В ближайшие несколько минут мы вспомним все самое интересное и обсуждаемое сети за последние дни. Еще 12 перекрестков города будут оснащены видеокамерами. И эта новость почему-то не очень понравилась хабаровским интернет-пользователям. На странице ДТП КХВ в Инстаграме опубликован пост о том, что в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске будет реконструировано 103 объекта общей протяженностью 114 километров. А для сравнения, в прошлом году было отремонтировано 40 участков дорог длиной 57 километров. В городе, кстати, уже завершены работы на 39 объектах протяженностью 63 километра. Еще одна часть программы – повышение безопасности дорожного движения. Планируется сократить места концентрации ДТП в два раза. Уже в августе в Хабаровске будут установлены видеокамеры на 12 перекрестках. Работа оценивается в сумму более 50 миллионов рублей. А вообще на реализацию федерального приоритетного проекта в Хабаровском крае в 2018 году выделят 1 миллиард 800 миллионов рублей. И вот что пишут комментаторы. Как камеры на количество ДТП повлияют? Связи не улавливают. Это же элементарно. Люди, зная, что установлена камера, которая может зафиксировать нарушение ПДД, боясь наказания, будут меньше нарушать эти самые ПДД. А именно нарушения ПДД являются причинами ДТП. Вообще сегодня на городских перекрестках установлено около 200 камер. Система видеонаблюдения помогает штрафовать нарушителей ПДД, разбирать спорные ситуации. В том числе и этим занимается городской центр организации безопасности дорожного движения. У них, кстати, есть свой канал на Ютюбе. Там встречаются интересные и поучительные видео. Берегите себя на дорогах. В соцсетях разгорелась битва политтехнологов Приморских и Хабаровских. Напомню, 9 сентября в наших регионах день выборов. И пиарщики, очевидно, из Приморского края запустили провокационный ролик, призывающий идти и голосовать. Ну то есть вы поняли, по мнению создателей видео, наш город это такая деревня с телегой. Естественно, хабаровские интернет-пользователи не оценили этого креатива. Они с негодованием прошлись по создателям ролика. А через пару дней в сети появилась, ну так сказать, ответочка. 1-1, господа. Не знаю, какую именно цель преследовали политтехнологи, но вот мысль о том, что 9 сентября будет день выборов, думаю, запомнится многим. Кстати, напомню, мы будем выбирать губернатора Хабаровского края и мэра города Хабаровска. Наводнение отменяется. Пик паводка прошел мимо Хабаровска и теперь уровень Амура постепенно снижается. Максимальный уровень реки, который наблюдался у Хабаровска, составил 483 сантиметра. И особых проблем для городской инфраструктуры он не доставил. А вот в первые дни августа Бурейская ГЭС проводила сбросы воды для того, чтобы в водохранилище не было критического уровня. И видео очевидцев этого зрелища докатилось и до хабаровских интернетов. Под дальневосточной столицей зацвели лотосы Комарова. Это реликтовое растение, ему около 100 миллионов лет, и в Хабаровском крае немного мест, где произрастают эти цветы. Хабаровчанам повезло. Буквально рядом с нашим городом, под Гаровкой, есть озеро, где можно полюбоваться на лотосы. И люди любуются, и выкладывают фотографии, и видео. И это замечательно. Но вот, например, в Биг Буро появился пост, в котором пользователь рассказывает, что он увидел, как некая женщина рвала лотосы, погрузила их в машину и уехала. И это не первый случай. Издание «Восток России» опубликовало целую подборку таких фотосвидетельств. И, кстати, правоохранительные органы ищут героев этих фотографий, в том числе и в Инстаграме. Ведь лотос Комарова — это краснокнижное растение. Рвать его нельзя, топтать корни под водой тоже, а за уничтожение краснокнижных растений и животных предусмотрено наказание. Штраф от 2,5 тысяч до миллиона рублей. Редкое по заразительности видео опубликовано в Инстаграме на странице «Довытересно». Оно про настоящее, аналоговое детство безо всяких гаджетов. Ролик короткий, но, на мой взгляд, смешной. Но согласитесь, захотелось попробовать? Нет? Вот мне лично очень интересно, что осталось на лице экспериментатора, когда вот он снимет очки. Продам душу. Недорого. Журналисты издания 360 ТВ обратили внимание на предложения, которые публикуются на одной из российских интернет-площадок для доноров. Вообще там, конечно, ничего необычного. Люди торгуют, собственно, кровью, печенью, плазмой и костным мозгом. Но вот если забить в поиске запрос «душа», то выскакивают десятки предложений. Цены на так называемые души оказываются самыми разными. Например, здесь есть объявление о продаже крещеной души, за которую требует полторы тысячи рублей. Есть и такие продавцы, которые предлагают забрать душу лишь через 12 лет после смерти. Свою позицию они никак не объясняют. А вот любителям всего необычного и гурманам придется нелегко. Душа оранжевого цвета, да еще и по цене от 500 тысяч рублей, просто не даст покоя. Есть, конечно, и те, кто просто продает душу, потому что нужны деньги. Ну или за ненадобностью. В общем, варианты на сайте и самые разные, с первого раза и не выбрать. Но вот знаете, я задумался. Если есть предложение, то, наверное, есть спрос. И вот здесь становится неуютно. Мэр города из соседнего региона взыскал штраф в размере 30 тысяч за критику в свой адрес, который он прочитал в WhatsApp. Речь идет о главе Магадана. Суд установил, что магаданцы разместили в группах мессенджера WhatsApp, мэру отставку и снежной дороги Магадана, сообщения, которые оскорбляли мэра в неприличной форме в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. А вследствие того, что высказывание увидели несколько человек, критику признали публичной. В итоге с обвиняемых взыскали 30 тысяч рублей. Вообще, нужно понимать, что интернет – это уже не территория абсолютной свободы высказывания. Здесь за каждое слово можно ответить. Ну и напоследок предлагаю немного помедитировать. Предметом для созерцания станет красивое видео, опубликованное на страницах «Опор» в Инстаграме. Оно про фонтан и закат. Наслаждаемся! Субтитры создавал DimaTorzok Пока-пока!